Если свет выключат, все в кучу собираемся и песнякарем. Так Елена Ивановна Ливацкая вспоминает о редких минутах отдыха на патронном заводе. Сегодня труженица тыла, ветеран труда. Десятилетие назад 17-летняя девчонка, которую поставили к станку снабжать Красную Армию патронами. Питание раз в день, смена 12, а порой и все 16 часов. А спать тоже так же хотелось. Вот помним, у нас эта девушка была из Белоярска. И вот она этот патрон покрутит, покрутит, так вот подрежет, а потом на него проснется опять. Вот так вот делали. Не досыпали, не доедали, зато перевыполняли план. Каждый второй патрон наши земляки сделали на эвакуированном заводе номер 17. Ковали победу доловики на вагоноремонтном. В этих стенах школьники точили снаряды. Другой раз он придет и теряет сознание, падает. Ну и насчет еды было слабовато, конечно. Но, конечно, у ребят, чья молодость проходила у станка, была и отдушина. На танцы ходили. Они в заводской парк все время танцы играл. Особенно вечером хорошо окна раскрыты в квартире. И в парке какой-нибудь танго такое, строка или еще кого-нибудь сногсшибательное. Победу здесь не ковали, а в буквальном смысле ткали. В годы войны на Барнаульском меланжевом комбинате выпустили 140 миллионов метров ткани. Можно сказать, одели в гимнастерку каждого второго фронтовика. Все, кто работал здесь, совершали подвиг. Поскольку смены рабочие длились до 14 часов. Комбинат работал в круглосуточном режиме. Осваивал новую продукцию, как я сказал, парашютные лямки, стерленные шланги. На БМК трудились свыше 10 тысяч человек. В основном, конечно, женщины. До своего рабочего места барнаульцы шли пешком. Транспорта не было. К примеру, если это жители Нагорной части города, то они ежедневно наматывали до 14 километров в день. Вы только представьте, что такое 14 километров в день после 12 часов у станка. Сотрудники меланжевого, вагоноремонтного, станкостроительного и других эвакуированных заводов, безусловно, внесли неоценимый вклад в победу, рассказывают краеведы. А что такое эвакуированный завод? Когда фотографии смотришь, ты удивляешься. Это обрезки кабелей, это обрезки арматуры. То есть, вот как срезали, убегая от захватчиков. Вот то, что успели срезать, скидали на вагон навалом. И вот это все, вот из всего этого сделали промышленные гиганты, которые давали такую важную продукцию. А не будь половины патронов барнаульских. Поэтому факт, что Барнаул лидирует в отборочном голосовании, название города трудовой доблести совсем не случайный. Но знают об этом голосовании чиновники и журналисты. Ветераны труда, тыловики о нем даже не слышали. Впрочем, для них это не главное. Самые главные слова в жизни. Они давно услышали. Кто-то кричит, победа, победа. Тут как все, давай, друг другом обниматься, радуют, до слезы. Валентина Аскерова, Илья Халяпин, Алексей Фризин. День с толком. День с толком. Продолжение следует...